В Грайвердске городского город боевики сбросили несколько снарядов с беспилотников или прицел Это было Белгород, помогите людям На третий год война буквально пришла на территорию России, в первую очередь в приграничные регионы Брянскую, Курскую и Белгородскую области Особенно часто в СМИ слышно именно про Белгород Теперь новости из этого некогда спокойного, мирного места выглядят примерно так В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность ПВО сбило воздушные цели над городом При атаке дрона на Белгород один человек погиб и двое пострадали Из области эвакуируют детей, в приграничные села заходят украинские ДРГ Губернатор регулярно отчитывается о погибших и об ударах пожилым домам И это лишь верхушка айсберга Сегодня мы поговорим о том, что не покажут по телевизору Посмотрим, как реально изменилась жизнь белгородцев и жителей области с приходом войны в их дом Я Анастасия Брюханова, это канал Объектив, и мы начинаем Громкие звуки взрывов и вой сирены раздаются прямо посреди ночи А также рано утром, посреди рабочего дня и вечером, когда все ложатся спать Давайте ради интереса посмотрим новостные паблики Белгорода за последние несколько недель Понедельник, 22 апреля, 3 часа дня В городе объявляется ракетная опасность, звучит сирена, людей просят укрыться в помещениях и не подходить к окнам Через час все затихает Ну, ненадолго, примерно в 12 ночи снова ракетная опасность Сирена не слышна, но громкие взрывы не дают уснуть На следующий день снова новости о взрывах На этот раз предупреждение, что российская армия будет проводить какие-то плановые работы на полигоне С запланированными взрывами дело не ограничилось В пол первого ночи над Белгородом снова громко из-за работы ПВО В среду, посреди рабочего дня, в городе снова громко От звука в некоторых домах вылетают стекла После чего администрация сообщает, что это пролетел самолет российской авиации Жители города в комментариях недоумевают Они пишут, что их дети пугаются, что стекла дрожат Что звук от самолета громче, чем от той же сирены До сих пор сердце колодится Я как раз с мегагрина домой шел Бахнуло так, что аж сигнализация у машин сработала Господи, это было ужасно Сирена звучала и на майские праздники 30 апреля, 2 мая, 5 мая 6-го беспилотники прилетели в село Березовка Погибло 7 человек, еще около 40 пострадали По данным губернатора, дроны атаковали газели Которые везли сотрудников на работу И так почти каждый день Каждое утро в новостных пабликах Белгорода Появляются сообщения о том, какой район был атакован Если жертва, и если же сигналы ракетной опасности не было То непременно были новости об обстреле села или работе ПВО И самое ужасное, что кто-то к подобным звукам даже привык Но в местных группах немало комментариев о том, когда же это все закончится Но жителям Белгорода пришлось не только приспособиться к громким звукам И сбитому режиму сна Для собственной безопасности им теперь нужно знать, где находится ближайшее убежище Вот вы знаете, где у вас рядом с домом было убежище? Вам надо в подвал куда-то идти Если да, то где от него брать ключи, открыт ли он? А если вы на работе, там вы знаете, куда идти? Или вот оказались в баре? А белгородцы знают Вот идут они гулять с друзьями в парк динозавров Или ведут ребенка в зоопарк И там для жителей Белгорода подготовили вот такие бетонные коробки Владельцам парков даже разрешили местным художникам их разукрасить Чтобы хоть как-то порадовать жителей города Смотрится и правда красиво, только от этого никак не легче Ведь нужно помнить, что эта красота не просто для глаз наших А чтобы спасти человека от летящего в него снаряда В остальных частях города такие укрытия тоже установили Но там власти города разукрашивать их не разрешили И укрытия стоят повсюду Возле автобусных остановок, на площадях, у торговых центров и даже на кладбищах Эти бетонные коробки совсем небольшие Примерно 10 квадратных метров И во время серьезных обстрелов, вроде тех, что были в марте Когда на город сыпались ракеты В эти коробки набиваются десятки людей От прямого попадания того же дрона или ракеты Такие укрытия не спасут Но от осколков и суббоеприпасов защитить они могут При этом укрыться можно не только в бетонных коробках, но и в подъездах Для этого на дверях установили специальные блокираторы Когда объявляют ракетную опасность, двери подъезда разблокируются И человек может забежать в дом и спрятаться Подъезды помечаются вот такими красными табличками Также жители призывают прятаться в подвалы Правда, во время обстрела в декабре и марте многие подвалы оказались закрытыми Как позже пояснил губернатор, это был необходим для безопасности Ведь если подвал открыт, то в нем могут спрятаться террористы Или же кто-то может хулиганить и отрубить электричество в доме Поэтому если начался обстрел, нужно сначала найти ответственного за подвал И попросить его эту дверь открыть Но, конечно, как говорят жители, это вообще-то неудобно Дозвониться до этого ответственного далеко не всегда в уходе И это приходится просто стоять возле закрытой двери Дом Гопина, 16В пытался спрятаться в укрытие Вот укрытие Укрытие Пожалуйста Закрыто Войти не смог Пришлось отсидеться возле укрытия Такие укрытия и другие меры безопасности уменьшают количество жертв Но жители региона все равно погибают от осколков и взрывов Местное издание «Фонарь» ведет поименный список погибших белгородцев По их подсчетам, за два с половиной года войны погиб 141 человек Губернатор области Вячеслав Гладков приводит похожие цифры По его данным погибло 120, в том числе 11 детей Еще 650 человек получили ранения Но не стоит забывать, что в Белгородскую область Периодически заходят и украинские диверсионные группы Одна из самых крупных их операций была в мае прошлого года Тогда русский добровольческий корпус, как они себя называют Два дня гулял про Грай Воронскому району И в июне они повторили свой поход На этот раз боевые действия продолжались аж пять дней Судя по сообщениям СМИ Последний раз ДРГ пытались прорваться в Белгородскую область в марте этого года Представьте себе такое три года назад Чтоб какие-то люди с автоматами Через границу заходили к вам в деревню на БТРах А власти бы объявляли спешную эвакуацию Еще одно последствие войны Это, конечно же, распространение оружия Как выяснило издание «Холод» За последнее время в Белгороде и области Выросло количество дел о незаконном хранении оружия Порох, гранаты, автоматы, патроны Все это, оказывается, очень легко купить прямо у российских военных И теперь конфликты и споры чаще заканчиваются перестрелкой Последний раз МВД раскрывало статистику в ноябре прошлого года По их данным, в Белгороде число преступлений с использованием оружия Выросло более чем в 17 раз Погибшие, раненые, звуки сирен, укрытия, внештатные исходы боеприпасов, как пишут Буквально настоящие сражения прямо в соседних селах Это, конечно, первоочередные вещи, когда речь идет о войне Но на этом, к сожалению, проблемы жителей Белгорода и области не заканчиваются Война и ее последствия отразились на многих других аспектах их повседневной жизни Дроны и ракеты, предположим, сбиты Угрозы обстрела больше нет Но ведь ущерб от атаки все равно есть и он ощутим От осколков снарядов и взрывов разрушаются дома Вылетают стекла, загораются машины И теперь нужно думать о том, как это все чинить А главное, поможет ли государство, которое эту войну начала По данным мэра Белгорода, за все время войны в регионе было повреждено более 7 тысяч жилых домов и квартир Это не считая государственные учреждения, магазины и прочие здания Пообщавшись с жителями Белгорода и изучив их отзывы, мы поняли, что последствия обстрелов устраняют довольно быстро Ямы заделывают, стекла вставляют Но это только в Белгороде, все же районы центра В условной казинке, которая находится прямо возле границы, до сих пор не восстановили подачу газа и электричества Там, в принципе, от села-то почти ничего не осталось Просто посмотрите на фото Губернатор Гладков сам признал, что там большие проблемы, но проводить ремонт небезопасно Если вы потеряли жилье или другое имущество, вы можете обратиться к государству за компенсацией И далее, внимание, сумма Если потеря частичная, то жители Белгорода и области получают 50 тысяч рублей Если же жилье утеряно полностью, то горожанам выплачивают аж 100 тысяч Как прокомментировал один из наших собеседников, это, разумеется, копейки Ничего на это не купишь и ничего не восстановишь Допустим, ваша квартира разрушена, вам же нужно срочно снять новую Судя по сайту Авито, снять квартиру в Белгороде стоит от 12 до 30 тысяч рублей Плюс залог, коммунальные услуги, еще, может, вам какую-то мебель надо докупить К тому же у вас, ну, разрушен дом, скорее всего, нет одежды Еще как-то организовать переезд надо Никаких 100 тысяч, уж тем более 50, тут не хватит Ни о чем Наверное, это с расчетом на то, что пострадавшие будут снимать жилье Вот только из-за тех, кто хочет на этом нажиться, квартиры минимум по 30 тысяч в месяц стоят И это без учета коммуналки Что этими копейками людям делать, если они жилье потеряли? Совсем уже Зато жителям области предложили прекрасную акцию Если ваше жилье было разрушено дроном или ракетой, то вы можете взять себе новое В ипотеку под 2% годовых Не получить новое жилье от государства, а взять новое и еще и платить за него банку много лет Конечно, есть варианты уехать и снять квартиру в другом городе Но сейчас жителям Белгорода квартиры сдают неохотно Белгородцы жалуются, что им отказывают, когда узнают, откуда они Основная причина – не хотят сдавать на короткий срок Владельцы квартир думают, что скоро ситуация в Белгороде наладится и люди вернутся в родные дома А значит, владельцам квартир придется искать новых арендаторов Также есть и опасения, что они просто не смогут оплачивать жилье Ведь многие уехавшие из Белгорода и области потеряли еще и работу, а не только дом И не факт, что у них есть стабильный доход Есть вариант уехать в пункт временного размещения, сокращенно ПВР Но условия проживания там прям жуткие Просто кровать, опоставленная в ряд, никакого личного пространства И да, я, конечно, понимаю, что это лучше, чем разрушенные дома и отсутствие вообще какого-то ночлега Но представьте, каково людям Ты жил спокойно в деревне, потом из-за войны в твой дом прилетел дрон И вот ты уже спишь посреди стадиона, среди сотен таких же людей Большая часть эвакуированных – это пожилые бабушки и дедушки с болячками Некоторые уже и не могут сами свободно передвигаться Судя по отзывам волонтеров, власти не справлялись с вывозом и размещением жителей Медикаменты, мыло, туалетная бумага – эти предметы первой необходимости Все это закупалось в последний момент Волонтеры также рассказали, что гуманитарную помощь привезли в мусорных мешках И просто вывалили ее на землю И проблема есть не только с размещением эвакуированных жителей Белгорода и области У бизнеса и предпринимателей тоже не все гладко Им власти обещают компенсацию, всяческую финансовую помощь Но, как и рассказали сами бизнесмены, деньги на восстановление идут медленно Некоторые бизнесмены ждали своей очереди на выплаты несколько месяцев А когда вроде как дождались, выяснялось, что выделенные деньги тю-тю, закончились И надо ждать следующего объявления грантов И бизнес ведь несчет не только физический ущерб Продырявленные крыши, разрушенные склады и прочее Есть ущербы кадровые Работники просто уезжают Один из бизнесменов, занимающихся арендой помещений Рассказал изданию Daily Storm, что многие его клиенты просто покинули город Офисные помещения никто теперь не снимает Но денег на помощь бизнесу нет В прошлом году выделили примерно 2 миллиарда В этом году крупные предприятия получат еще около миллиарда А малый и средний бизнес — 264 миллиона рублей Но этого мало Губернатор Гладков еще год назад оценил, что на восстановление предприятий в одном только Шебекино потребуется 13 миллиардов А есть еще и игры ворон, есть сам Белгород и десятки других населенных пунктов Где тоже пострадали предприятия Тем не менее, с выплатами не спешат И денег нет даже на Тироборону Отряды самообороны начали формироваться еще в декабре 2022 года Белгородцы жаловались, что им перестали платить зарплату А издание «Семь на семь» сообщило, что белгородцы сами скидывают деньги на закупку обмундирования и прочих вещей Гладков тогда пообещал разобраться с этим вопросом, но, судя по всему, сделано мало Только пообещал ежемесячно платить по 50 тысяч рублей детям, если их отцы погибли во время дежурства в этой Тиробороне Вообще, изначально эти отряды создавались как добровольные Но некоторые муниципалитеты платили жителям города за дежурство Теперь же, судя по жалобу, выплаты прекратились Ну вот обычный день Вам захотелось перекусить, заказать себе, например, булочку и кофе из любимой кафешки Здесь в игру вступают службы доставки курьера, чья работа во время войны стала намного опаснее Обстрел или налет дронов может начаться прямо посреди заказа А ведь курьер проводит на улицу большую часть своего рабочего дня Издание «Новая вкладка» пообщалось с белгородскими курьерами По их словам, во время официальных сигналов ракетной опасности все заказы отменяются Но если такого сигнала нет, а судя по новостям Белгорода взрывы могут звучать и без официального объявления Заказы отменять нельзя Курьеры обращались к руководству с требованием поднять зарплату, ведь работа стала опаснее И зарплату подняли на 50 рублей в час И то лишь на пару недель, когда обстрелы были наиболее сильными Сотрудники самоката просили выдать им каски и бронежилеты, но сервис этого делать не стал Зато, по словам работников, самокат помогает своим сотрудникам эвакуироваться из Белгорода И предоставил работу в других регионах Яндекс.Еда временно прекращала работу в регионе Позже вернулась обратно и за время простоя заплатила сотрудникам по 10 тысяч рублей Словам курьеров, бонус, конечно, приятный Но за эту неделю у плотных доставок они бы заработали больше Впрочем, по ощущениям курьеров, сейчас заказов стало меньше Многие ведь уехали из города, а часть кафе и ресторанов закрылась Так что людям не до доставки Если курьеры ходят без бронежилетов, то вот водители автобуса настояли на том, чтобы все-таки получить нужную экипировку Им выдали каски и бронежилеты Некоторые жители, правда, не поняли, зачем водителям такая защита, ведь им будет неудобно ездить Тем более сейчас, когда обстрелы не такие разрушительные и частые Но, по словам администрации, весь день носить каску не надо Экипировку надо надевать только если в городе объявляется ракетная опасность И, кстати, если такой сигнал поступает, то водитель обязан остановить автобус и высадить всех пассажиров, чтобы те бежали в убежище И, конечно, это эффективно с точки зрения безопасности Но в реальной жизни понятно, что неудобно Иногда ракетная опасность не заканчивается долго, а людям просто приходится идти на работу пешком И не все водители готовы рисковать собой, выходить на смену Особенно это касается водителей мусоровозов Многие из них отказываются выезжать в районы близкие границы с Украиной В итоге из-за частого налета дронов в регионе скапливается мусор В комментариях под выступлениями Гладкова довольно много жалоб именно на мусорный коллапс Графики не соблюдаются, часть домов пропускается, мусор копится Это чуть ли не самая обсуждаемая в комментариях тема Сколько мы будем утопать в мусоре? Сколько можно руками мусор собирать за кошками и собаками? Которые рвут пакеты, опрокидывают баки, отгонять мух Уже тепло, а мусор стоит гниет До каких пор будет твориться беспредел с вывозом мусора? А именно, село Зеленая Поляна Мусор не вывозят более двух недель Город готовится к праздникам, а мусор возле домов не убирается по графику Можно как-то решить эту проблему города? С улицы Чкалова мусор не вывезен с воскресенья Да и сам губернатор проблему признал И говорит, количество жалоб за одну лишь неделю выросло на 32% Вот такое вот неочевидное последствие войны Но невозможно все время жить в напряжении и вздрагивать от каждого взрыва Людям, конечно, нужно отдыхать, расслабляться, менять обстановку Иначе нервная система просто не выдержит Но в прифронтовом Белгороде с отдыхом и развлечениями теперь все гораздо хуже Возьмем, например, кинотеатры Два старейших кинозала «Победа» и «Радуга» закрылись из-за декабрьских обстрелов Точнее, из-за долгов Осколки ракеты дронов повредили фасады зданий И сеансы пришлось отменять Потому что ракеты летели по три раза на дню И зрителям было просто небезопасно оставаться в зале В итоге за новогодние праздники кинотеатры не собрали нужную выручку Пришлось закрываться Они, конечно, были старенькие Но многие жители города все равно расстроились Все-таки история города пропадает Похожая участь постигла и одну из популярных пиццерий Белгорода Потапыч Кафе в центре города пришлось закрыть Здание пострадало из-за обстрелов И восстанавливать его не будут Слишком дорого Владелец, по его словам, надеялся на поддержку государства Но не получил необходимую помощь В итоге пришлось уволить часть персонала А потом и вовсе закрыть местное легендарное кафе Не всегда получается у жителей и в театр-то сходить Из-за нестабильной обстановки Нил работал Белгородский драматический театр Минищепкина Спектакли в марте-апреле отменялись А чтобы артисты не оставались совсем уж без работы Театр позвали на гастроли в другие города Так актеры из Белгорода уехали выступать в Липецк И сейчас спектакли, конечно, восстанавливают Но, скорее всего, в случае очередного обстрела Работа театра снова окажется под угрозой И касается это и другого культурного учреждения Театра Кукол Артисты уехали на гастроли в Ростов-на-Дону и Адыгею Судя по официальному сайту, театр стал снова принимать юных зрителей Лишь в самом конце апреля Другие концерты и мероприятия тоже отменялись Судя по афише, отменили концерты симфонического оркестра, танциального шоу, ожившие картины и другие Также в Белгородской области почему-то отказался приезжать ансамбль в Донбасс Причину отказа артисты при этом не сообщили Но, конечно, закрылись не все развлекательные учреждения Жители Белгорода по-прежнему могут ходить в торговые центры, бары, клубы и прочие места Но нужно помнить, что любой отдых может быть легко прерван очередной сиреной воздушной тревоги А если обстрелы усилятся, то развлекательные центры, скорее всего, просто закроют, как это было уже в марте И даже на Пасху жители Белгородской области не смогли соблюсти традиции В районах, близких к Украине, храмы отменили пасхальную службу в ночь 4 на 1 мая Решили, что это просто небезопасно Жители тогда попросили воздержаться даже от походов на кладбище Опять же, чтобы не было массового скопления людей И, конечно, крайне сильно война повлияла на жизнь детей После массированных обстрелов школы из приграничных районов и самого Белгорода перешли на дистанционное обучение И такой формат они сохранят до конца учебного года Выпускные тоже под вопросом Губернатор сказал, что мероприятия по окончанию учебного года состоятся, но не ясно в каком формате Известно лишь одно Приграничные районы точно останутся без очных выпускных В самом Белгороде, может быть, разрешат провести застолье, зависит от обстановки Но помимо выпускного, у старшеклассников есть еще одна проблема Это сдача ЕГЭ Власти Белгородской области разрешили выпускникам школы закрытых из-за обстрелов Не сдавать единый госэкзамен Для них он необязательный Как отметил Гладков, в универ можно будет поступить по внутренним экзаменам Правда, многие вузы все же требуют результаты ЕГЭ А внутренние экзамены скорее дополнение, а не основной способ попасть в ВУЗ Без ЕГЭ в основном поступают выпускники колледжей, а не школьники Есть специальности, на которые принимают без результатов ЕГЭ, но их мало В прошлом году Миноборнауки рекомендовала вузам принимать студентов Белгорода и области по результатам собеседования, то есть без ЕГЭ Но все же единый экзамен – вещь универсальная Результаты же можно просто отправить в вуз дистанционно Особенно если планируешь поступать в другой город Это удобнее, чем ехать на собеседование Плюсы результаты ЕГЭ действуют несколько лет Так что можно попытаться поступить и спустя год А вот с собеседованиями и внутренними экзаменами это вряд ли получится Неудивительно, что многие школьники все же решили сдавать госэкзамен Правда, для них-то он будет еще более стрессовым, чем обычно Детей из приграничных районов повезут в более безопасные места А охранять их во время экзамена будут сотрудники спецслужб Но в целом, по словам наших собеседников, в этом году вузы Белгорода примут меньше студентов Просто потому, что из-за обстрелов люди стремятся из города уехать и поступить в другие регионы К тому же раньше в Белгород, наоборот, нередко приезжали учиться иностранные студенты Из Китая, Сирии, Ирана и других стран Теперь же университеты ожидают, что иностранных гостей в городе станет мало Один из иностранных студентов даже погиб во время обстрела Его звали Мохаммед Шанани И он приехал в Белгород и Сирии Жизни младшеклассников тоже поменялись После массированных обстрелов власти предложили родителям отправить детей в безопасное место На отдых в оздоровительные лагеря И вот здесь начались проблемы Во-первых, организовать нормальный выезд детей не получилось Многие родители за пару часов до отъезда получили звонок Что в бумагах какая-то ошибка и их ребенок никуда не едет Или же просто подали заявку на отправку в лагерь, а им сказали, что мест больше нет После этого выяснилось, что некоторые дети попали не в места для отдыха, а буквально в детские дома Родители писали в соцсетях, что не давали согласия на такое размещение Одно дело санаторий или лагерь, но не интернат и детский дом Затем жалобы стали поступать от родителей, чьих детей отправили все-таки в лагеря И жалобы были на антисанитарию, тараканов, плохое питание и ужасные условия Сказать, что дети в шоке, ничего не сказать У них просто истерика на взрыд Грязь, быль, все сломано, постельное разодрано Душевые грязные, тараканы кишат Детей, которых отправили в общежитие село Александровское Ставропольского края Поселили в место, непригодное для жизни Куда жаловаться? Ну да, лагеря не все такие Места разные, есть и хорошие отзывы Кто-то из детей попал в хорошие условия С нормальной кухней, прогулками и так далее Но давайте честно Многие из нас представляют, какими иногда бывают оздоровительные лагеря в России Но жалобы на условия это еще не все Родители не смогли детей из этих лагерей забрать Изначально родители подписывали соглашение на отправку детей до конца апреля Но апрель кончился, а дети не вернулись На все вопросы о том, когда приедут ребята назад, власти отвечали очень по-разному Выезд из лагеря организовать сложно У каждой организации свои правила отъезда и так далее Комментарии к последним постам Гладкова сразу наполнялись требованиями родителей вернуть детей Когда вывезут детей из Коголыма в Белгород? Уже две недели прошло, как должны были вернуть Мы отправили детей, сын 7 лет и дочке 9 лет В детский лагерь Лазурной Нижегородской области на три недели Когда поступило предложение продлить пребывание детей в лагере, мы отказались Но детей до сих пор не вернули Та же ситуация с Ханты-Мансийском Детей не возвращают И это общественное недовольство трудно не заметить Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, Гладков сам устроил тур по лагерям и общежитиям Практически каждый день в его соцсетях появляются сообщения про то, как он посетил одно из таких мест, куда отправили детей из Белгорода Как там прекрасно, как были рады дети его увидеть, как им замечательно там отдыхать Только этот рекламный тур не помог Жалобы под постами Гладкова все равно появляются Возможно, потому что ездит он не в те лагеря, а по поводу которых жалуются Ну и родители просто соскучились по своим детям Закончить я бы хотела новостью, которая пришла к нам словно из другого мира В 2019 году Илья Валтламов назвал Белгород одним из самых комфортных городов для жизни Город с уютным, современным и красивым аэропортом, который с самого начала войны не принял ни одного самолета Город с красивым центром, соборная площадь со стелой, напротив которой ставят большую новогоднюю елку Куда в декабре этого года прилетела ракета Горит площадь, центр города, очень сильный был обстрел, еле убереглись Город, где начали внедрять сортировку мусора, которую теперь не вывозят, потому что мусорщики боятся попасть под обстрел Артисты заезжали туда с концертами, теперь же в Белгород редко включают список для гостей Обычная семья могла спокойно и счастливо жить Им не надо было переживать, не прилетит ли снаряд в квартиру Думать, как вывезти ребенка из-под обстрела в безопасное место Как детям поступать в вузы после школы без ЕГЭ Им не надо было думать, где ближайшее убежище Получится ли сегодня ночью не просыпаться от звука сирен Всего пару лет назад Белгород был городом, в который хотелось приехать Развивающимся, самобытным, красивым Я сама очень хотела приехать и посмотреть на то, какой стала улица Щерса Ее реконструкцию тогда обсуждали всем урбанистическим сообществом Тогда я работала в фонде «Городские проекты Варламова и Каца» И с тысячами сторонников по всей стране мы старались сделать наши города лучше Вот и в Белгороде волонтеры собирались прямо накануне вторжения, 12 февраля Они хотели обсудить пандусы, проект зимних пространств Как делать так, чтобы и зимой было на улице хорошо И краны вот на площади тоже хотели обсудить Не нравились они, так как ухудшали вид города Но хватило лишь одного решения Путина И теперь не только этот город, но и все приграничные области живут неспокойно И какие уж тут экраны и зимние пространства Но мы не должны забыть норму Новости о Белгороде должны быть о реконструкциях улиц Не о том, что дрон попал в «Газель», а что в городе закупили новые автобусы Городские власти должны оборудовать пандусы, а не бомбоубежища И все это у нас было и будет Если закончить эту никому из нас ненужную войну Если вы или ваши родственники проживаете в Белгороде или Белгородской области Или в других приграничных регионах Курской, Брянской, Воронежской Пожалуйста, поделитесь своими историями в комментариях Как изменилась ваша жизнь с начала войны Если об этом не говорят по телевизору, давайте обсудим Мы с вами здесь Такие спецвыпуски мы делаем благодаря поддержке наших спонсоров И вы тоже можете им стать и помочь нашему каналу У нас есть несколько платформ для донатов и разные уровни пожертвований За каждый мы даем бонусы Вся информация о как стать спонсором будет в описании До завтра Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok